Он ему в этом месте выстрелил в спину. Сергей маленько пробежал и упал. Выстрелил в спину Сергея друг семьи Владимир. Рассказывает вдова погибшего Лилия. Говорит, он несколько дней караулил ее супруга в кустах. А после замотал тело в строительную сетку и трактором сгрузил в грузовик. Вся территория, все камни светились кровью ночью. Вот эти ворота, они как были открыты, они просто замыты тряпкой. Вот светилось вот так все. Родные погибшего шокированы не только убийством. Тот, кого они обвиняют в преступлении, участвовал в поисках погибшего и вел себя, как ни в чем не бывало. Помимо этого, когда было совершено убийство, племянник мой, вот Сергей, получается, сын, купался на речке. Получается, после того, как он совершил убийство, он к нему подошел, пожал руку. Представьте, какую надо иметь психику. Что, Вань, как дела, как отец? Да ничего, нормально. В это время Сергей уже лежал убитым на базе. Мотив убийства, по версии следствия, избавиться от долгов. Владимир занимал деньги у Сергея на развитие своего крестьянско-фермерского хозяйства. Занимал подпроценты. В ходе следственного эксперимента обвиняемый в убийстве сознался. Супруга Владимира отказывается верить в случившееся и добавляет, на такой шаг мужа могло толкнуть лишь отчаяние. Говорят люди, сейчас, на данный момент, очень много ко мне приезжают, звонят и говорят, что до того, что он угрожал, что выметается со своей семьей, типа, я дом буду выкупать себе, что-то куда-то я там съезжу, отдохну, приеду, чтобы тебя уже, типа, в доме не было. Может быть, если только что-то вот это спровоцировало моего мужа, только защищая свою семью. Ребятишкам вот горку делали, говорю, Вова, надо сделать ребятишкам горку, он говорит, все, завтра пригоню трактор будем делать. Все, то есть он, ну, безотказный для человека. Жители рассказывают, умерший давал в долг подпроценты многим. Такой бизнес у него существовал уже несколько лет. А если деньги вовремя не возвращали, забирал сельхозтехнику по расписке. Я с ним рассчитался, еще получается, что он даже, как бы, должен остаться, потому что разница в стоимости техники и по договору. Получается, он должен был 350 тысяч отдать. Он вернул эти деньги? Нет. Человеку это жалко, в любом случае, но все равно это, как бы, должно было случиться. Я знал его, как человека, что он грубый, наглый, бессовестный. Кто с ним связывался, как бы, все приходили в минусах, банкротству. Он мне предлагал даже, как бы, с ним в бизнес тоже войти. Я говорю, нет, спасибо, я лучше потихоньку, помаленьку, ну, сам. Я не поддерживаю, как бы, особо Вова, ну, я его и не осуждаю. Мы не говорим, что он был святой. Мы ни о чем не говорим. Мы не говорим, не пытаемся его там, прям, понимаете, сделать с него икону. Были и вопросы. Где-то наглеел. Да, он был где-то жадноватый в деньгах, но он просто пытался забрать свое. Владимир взят под стражу до вынесения приговора. За убийство ему грозит до 15 лет. Дома у него трое детей. Самому младшему из которых два года. У погибшего тоже осталась большая семья, которая могла даже не попрощаться со своим родственником, если бы тело случайно не обнаружили отдыхающие. Я со многими общалась, с людьми, которые сидели 25 лет за убийство. Ну, поверьте, они все убивали и бросали человека, и давали своей семье похоронить. Семьи, овдовевшие, каждая по-своему, держатся друг с другом холодно и надеются на объективное расследование. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин.